здравствуйте уважаемые участники мастер-класса сегодня мы с вами знакомься с возможностями google рисунков данном случае название у google рисунка никакого нет можно изменить либо здесь нажав либо файле нажав вкладку переименовать данном случае мы видим что файл можно поделиться отсюда же создать новый рисунок есть документы по шаблону либо другие форматы документов при этом можно создать копию скачать очень удобно то что формат здесь есть и pdf и jpeg и png в этом случае если мы сохраним наш файл в данных двух форматах то мы можем стать потом уже их в социальные сети использовать как картинки переименовать публикации в интернете что означает публикация в интернете она означает что вы можете данный рисунок встроить ваш блог либо сайт мы выбираем размер вашего изображения например совсем небольшой нажимаем кнопку опубликовать даем согласие и у нас появляются две ссылки первая ссылка на который просто переход рисунок вторая ссылка вы ее копируете html код и вставляете уже в настройки вашего блога сайта и любой пользователь который зайдет на страницу вашего блога он увидит уже встроенную картинку поэтому вы можете поделиться через почтовый ящик либо социальные сети facebook или twitter очень удобно далее мы можем настройки языка не будем трогать настройки страницы посмотрим какие у нас варианты есть настройки печати предпросмотра и печати тоже не будем редко есть данном случае пользуюсь такими возможностями настройки страницы можно посмотреть здесь мы не просто размеры далее любой рисунок изменения можно отменить либо вернуть назад и те фрагменты которые вы туда вставляете их можно вырезать либо копировать далее вид смотрим какой у нас масштаб иногда рисунки можно сделать большими вставить туда много объектов и уменьшить их до 100 процентов и тогда будет красиво тоже выглядеть это нам принципе не нужны привязки вставка что мы можем вставить в рисунке мы можем изображение при этом очень удобно либо в интернете либо на компьютере с google диска из google фотографии либо вставляем используем адрес изображения в интернете либо делаем снимок с веб-камеры которые будут смотреть на нас если мы поднесем документ а нас фотографии документ например мы воспользуемся поисковиком в интернете и найдем например яблоко удобно пользоваться с рисунками которых нет фона нажимаем вставить вот при этом мы видим что нас не устраивает сам фон документа что мы делаем мы нажимаем на правую кнопку мыши сейчас пробую еще раз и здесь мы можем поменять фон сейчас у нас прозрачный мы можем сделать его зеленым и выглядит совершенно будет по-друге любой вставленный объект мы можем изменить по размеру и мы можем его расположение до и сделать далее в любой вставленный объект мы можем добавить ссылочку вот отсюда вставить ссылку и добавляется внизу на пример но предположим ссылку верхнюю копируем которые у си можно использовать да и возвращаемся обратно в документ вставляем которые lv о не получилось я видим это плохо скопировала но суть в том же который lv добавляем вот она получилась применить таким образом любой ученик который зайдет на этот google рисунок он нажмет на этот рисунок да предположим здесь будет задание или увидит уже что что-то вставлено отдельно то есть а у нас сохранилась даже ссылка на презентацию смотрите очень удобно вариант тогда из одного документа мы переходим на другой и используем его здесь мы можем копировать ссылку изменить ссылку удалить ссылку удаляем ссылку то есть такой вариант тоже удачно далее помимо картинки мы можем вставить текстовое поле очень удобно вставлять фигуры таблицы диаграммы word art линии с одной стороны кажется зачем нам вообще можно фигуры понадобится стрелки выноски и так далее очень удобно использовать их для создания интерактивных рабочих листов когда вы используете диаграмму вена найти соответствие например еще что то то есть тогда у вас получается например попробуем текст ставить и пишем яблоко конечно же нужно будет отредактировать расположение при этом смотрите так оно может быть не очень выглядеть и можно отредактировать и сейчас так ой прошу прощения так не подошло сейчас сделаем другой вариант цвет заливки используем желтый отлично значит дальше что у нас еще можно сделать здесь цвет границы сделали толщина границы например чтобы выделить более четко вот теперь я добавлю еще одно текстовое поле на английском языке добавлю добавлю и чтобы это более было красиво не просто какой-то текст также его изменю сделаю цвет заливки толщину цвет например границы можно какой-нибудь такой же и теперь смотрите задание может например комментарий добавлю пишу так что какое задание может быть на соответствие например комментарий соотнести картинку с переводом нажимаем комментировать таким образом ученик заходит он видит задание и начинает перетаскивать что может передвигать эти названия и соотносит то есть если здесь яблоко тут еще например может быть макароны сыр молоко и так далее и тому подобное по идее здесь можно на любом языке задание по любому учебному предмету очень удобно для начальных классов если даже у них нет гугл аккаунта они могут заходить редактировать и отмечать уже то что это выполняли с помощью комментариев то есть выполнили задание прокомментировали написали фамилию имя ученика если это учащийся которому от 13 и больше выше лет то у них могут быть свои гугл аккаунты тогда при редактировании видно кто внес изменения если они вошли естественно далее что еще у нас может здесь быть вставка формат текста может быть то есть вот мы выбираем выделяем текст и меняем его формат смотрим этот цвет заливки также мы видим здесь границы здесь отсюда можно поменять цвет толщину видите двойная тройная тоже вариант такой удобно далее при выделении текста еще мы здесь видим дополнительные настройки здесь может быть шрифт размер шрифта жирный полужирный курсив подчеркнуть цвет текста цвет фона текста вставить ссылку то есть мы можем вставить ссылку также с помощью Катрел Ви и в текст тоже очень удобно вот при этом когда ученик уже нажимает он видит что нажав на это слово на этот текст он может перейти уже в другой гугл документ в данном случае это гугл презентация вернемся обратно то есть смотрите это очень удобный вариант далее здесь у нас есть инструменты проверка правописание можно проверить расширенный поиск словарем воспользоваться и настройки посмотрите ну если что-то не поняли можно обратиться в любое время справки либо написать вопрос вверху например вставить вставить и он уже предлагает здесь варианты то есть вставить изображение из гугл фотографии сразу мы видим с правой стороны у нас открывается вкладка гугл фотографии и мы уже выбираем нужную нам фотографию это у меня загруженная сегодня загрузила уже огромное количество документов фотографий сюда вставляем либо это уже у вас альбомы альбомы они имеют название альбомов и уже используются либо поисковик далее если вы скопируете верхнюю ссылку с адресной строки и дадите ученик он ничего не сможет сделать даже не увидит документ потому что в настройке документа здесь закрыты доступно только мне поэтому перед тем как новый доступ я даю имя ну рабочий документ сохраняю и он мне разрешает уже копировать ссылку общего доступа я нажимаю и здесь у меня есть возможности либо я копирую ссылку и даю просматривать всем у кого ссылка либо комментировать либо редактировать для учащих конечно же нужно редактировать копирую ссылку ввожу здесь имена учащихся если они у вас есть и у них google аккаунты есть либо другие почтовые ящики ввожу при этом здесь даю им доступ к редактированию комментированию просмотру вот либо через почту либо через социальные сети распространяя ссылку они уже заходят по ней и работают если же у них есть google аккаунт они могут сделать файл файл создать копию они создают копию уже к себе в google диск вносят изменения а вам отправляют уже ссылку на измененную на выполненную работу вы уже проходите по ссылке и проверяете правильно они выполнены или неправильно таким образом вам не нужно создавать кучу копий они уже создают сами себе либо же как вариант но даже если они скачают в этих форматах они не смогут отредактировать изображение они могут его отредактировать если используют какой-нибудь сервис для рисования таким вот образом тоже можно использовать вот при этом все изменения которые они будут вносить вы можете просмотреть здесь если они вошли в google аккаунт мы можем просмотреть историю изменений и увидеть так как я вошла в свой аккаунт мы видим что Елена Дегтярева она внесла изменения при этом мы можем указать название версии чтобы ну версия 1 версия 2 для того чтобы сделать откат потом дальнейшем так дальше что у нас вернемся назад вот таким вот образом конечно это не все возможности google рисунков их намного больше но думаю на этом достаточно сейчас большое спасибо за внимание за внимание